Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня мы поговорим о государственных и муниципальных услугах. Дело в том, что Минцифры России предлагают при представлении в электронной форме этих услуг ввести ограничения на запись на прием. Объясняется такая инициатива о тех случаях, когда при рассмотрении органом или организацией запроса выявляется превышение лимита запросов. О том, что такое представляется государственные и муниципальные услуги, кому их оказывают, какие сроки, какие бывают нарушения, куда, если что, жаловаться людям, если затягиваться сроками исполнили, просто ничего не делают. Об этом мы сегодня поговорим с представителем областной прокуратуры. Это Владимир Горячев, заместитель начальника управления по надзору и исполнению федерального законодательства прокуратуры Тверской области. Владимир, добрый день! Добрый день, Роман. А вы, дорогие телезрители, звоните нам по телефону 3190, если вы что-нибудь не знаете о государственных и муниципальных услугах, либо, опять-таки, как раз вы столкнулись с тем, что плохо их предоставляют, ну, на ваш взгляд, в частности. Поэтому 3190. Владимир, ну что ж, скажите, а вообще, а что такое государственные и муниципальные услуги? Ну, государственные и муниципальные услуги – это, наверное, все то, чего заявитель гражданин обычный желает получить в повседневной жизни. То есть, это постановка на очередь в детский садик, это получение жилья, это регистрация права собственности на имущество, получение водительского удостоверения и так далее и тому подобное. То есть, это такой огромный, наверное, пласт жизненных каких-то ситуаций, в которых ежедневно нуждаются люди. Вот в связи с этим, в связи с тем, что потребность граждан, она росла из года в год в предоставлении вот этих услуг, уже 11, получается, лет назад, в 2010 году, был принят основополагающий такой базовый федеральный закон о государственных и муниципальных услугах номер 210 ФЗ, который, наверное, определил основные направления работы органов власти и местного самоуправления, который в первую очередь направлен на то, чтобы обеспечить нас, граждан, повседневно, своевременно, качественно, теми услугами, на которые мы рассчитываем. Соответственно, вот этот федеральный закон, являясь базовым, он определяет как бы основные направления деятельности. Но, учитывая, что услуги у нас в различных сферах жизнедеятельности, как я уже сказал, это может быть получение земли, обращение для того, чтобы ребенка приняли в детский садик, вот эти вот сферы узкие, они регулируются своими какими-то федеральными законами, земельным кодексом, законом образования и так далее и тому подобное. И вот вы правильно заметили в начале выступления, когда открывали программу, что объем, как бы, желающих получить вот эту услугу, он увеличивается из года в год. Соответственно, не стоит на месте и федеральное законодательство, Госдума постоянно усовершенствует этот федеральный закон. Если вспомнить 2010 год, когда он был принят, он содержал, ну, такой достаточно большой перечень документов, которые граждане должны были предоставить, чтобы получить муниципальную или государственную услугу. Сегодня законодатель возложил эту обязанность фактически на органы тех, которые предоставляют нам услугу. То есть мы должны сейчас предоставлять минимальный перечень тех документов, которых нет в распоряжении органов власти и местного управления. Это заявление, копия паспорта, там еще какие-то документы. Все остальные документы теперь в рамках межвеностного взаимодействия запрашиваются органам, которыми предоставляется эта услуга. И, как бы, законодательство, опять же, не стоит на месте. Я думаю, что и в дальнейшем будет совершенствоваться эта работа. Вот мы уже перешли на электронную форму получения услуг, да, особенно в период распространения ковида, ограничительных мероприятий. Это очень актуально, очень важно. Ну и, к сожалению, где-то еще, наверное, не справляется наша технически. Вот база электронная, там ВИСНУ, программа, очень много жалоб на портал государственных муниципальных услуг. Ну, я говорю, это все не стоит на месте. Это все совершенствуется и приводится к какой-то такой актуализации глобальной, чтобы нам было проще, ну, грубо говоря, практически чуть ли не по щелчку пальцев, получить то, на что мы рассчитываем. Скажите, а Вы сказали копия паспорта. А паспорта почему? Это одна из, ну, собственно говоря, это первый документ, по сути, но один из первых, который выдает само государство. И у государства должна быть, соответственно, вся информация по паспорту того или иного человека. Немножко не так. У нас есть информация о конкретном человеке. Но как идентифицировать этого человека, который пришел? Да, у нас есть в базе, допустим, Горячий Владимир Александрович некий. Но я ли, Горячий Владимир Александрович, когда я пришел получать ту или иную услугу, допустим, регистрировать право собственности на земельный участок? Меня необходимо идентифицировать. А идентифицировать меня можно только по паспорту, который только у меня находится на руках. То есть у государства нет второго дубликата паспорта. А далее, да, уже вбивается, когда видит сотрудник, что да, это вот именно тот самый Горячий Владимир Александрович. Дальше он вбивает в базу и видит уже все, что ему необходимо. И где-то запрашивает у других органов. Кстати, ну а как вы думаете, эта проблема исчезнет, опять, когда нужно прийти с личным паспортом, когда вот говорят, уже начнут выдавать паспорта в виде каких-то электронных карточек, ну что-то типа банковских, наверное, так понимаю, или все равно нужно будет с этой банковской карточкой прийти? Ну, так далеко, наверное, у нас еще федеральный закон не заглядывает. Но с учетом того прогресса, который сейчас мы видим, да, в принципе, идет отказ практически от денежных средств, от, так сказать, бумажных. Бумажных. Да, которые затрачивают не только там на производство, это древесина и все остальное. Вот, ну и переносчик, переносчиком болезни является. Я думаю, что не за горами тот день, когда действительно достаточно будет посмотреть в какую-то камеру, и она нас идентифицирует так, как есть. Либо сейчас мы, опять же, переходим, те, у кого есть госуслуги, есть такая, как бы сказать, они уже прошли идентификацию, и все отправления через госуслуги уже вас идентифицируют, как то лицо, которое за ними обращается. То есть, обращаясь в электронном виде, мы уже не предоставляем паспорт фактически. Спасибо. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, после которой продолжим говорить о государственных и муниципальных услугах. В прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о государственных и муниципальных услугах. У нас в гостях представитель областной прокуратуры Владимир Горячев, заместитель начальника управления по надзору исполнением федерального законодательства. Владимир, скажите, ну хорошо, а вот интересно вообще, а какие услуги самые наиболее востребованные у населения? Как-то анализируете? Нет, мы такие анализы не проводим. Мы больше проводим анализ тех услуг или тех органов, которые допускают наиболее большое количество нарушений. Мы тоже поговорим. Да, но предполагаются, конечно, те, без которых мы не можем существовать. То есть это образование, то есть определение детей в детский садик, в школу, регистрация прав в собственности, это ежедневно. Да, и мы помним до появления получения этой услуги в МФЦ или в электронной почте, какие были очереди на регистрацию права собственности, на изменения и так далее. Ну и все, что связано с транспортом. Это ГИБДД, получение прав, покупка, регистрация транспортных средств и так далее. Наверное, вот это вот наиболее востребованные, часто получаемые виды услуг. Ну и, соответственно, наверное, те сферы, где чаще всего нарушения-то и происходят. Хотя надо, наверное, отметить, что в части регистрации права собственности на недвижимое имущество, несмотря на те объемы, которые происходят, там достаточно выстроены уже с, получается, 2000 года, то есть это 21 год, когда регистрация стала, в принципе, обязательно именно в органах Росреестра. Система достаточно хорошо выстроена. И, как говорят из количества жалоб, то есть их минимальное практически. И результаты проверок по этим жалобам говорят о том, что здесь наименьшее количество, то есть, можно даже сказать, единичные они, наверное, по области, где допускаются вот эти нарушения. А основной объем нарушений у нас допускается органами местного управления. И связаны они, наверное, в первую очередь с принятием нормативных правовых актов, так называемых административных регламентов, которые регулируют то ли или иной вид муниципальной услуги. То есть, что такое административный регламент, это, по сути, вот если словами нашими обывательствами объяснить, это пошаговая инструкция, как должно быть рассмотрено заявление гражданина с целью предоставления ему муниципальной услуги, либо отказа в ее предоставлении. То есть, вплоть до того, сколько рабочих дней от одного специалиста передается другому, потом, там, должностному лицу на подпись и так далее, и тому подобное. Вот это все должно содержать административный регламент. Ну и чаще всего, учитывая, что в органах местного управления, особенно это в сельских поселениях, главы не обладают какими-то юридическими познаниями, то там допускается наибольшее количество нарушений. То есть, на Ваш взгляд, вот это наибольшее количество нарушений, поскольку больше всего населения и так далее, как правило, не обладают, это не злой умысел, просто... Нет, это ни в коем случае не злой умысел. И, в принципе, самое главное, что оно, вот эти вот нарушения, чаще всего, они не влекут какие-то негативные или грубые последствия для граждан. Потому что, ну, скажем так, и граждане сами не обращают внимания на эти административные регламенты, кому-то читать там 30 листов, ну, редко кто найдется такого, чтобы посвятить себе вопросу изучения таких документов. Это, так скажем, наверное, больше уже наша работа, чтобы мы своевременно следили за соответствием этих регламентов нормативным правом акта, изменениям в законодательстве, которые происходят регулярно. И, соответственно, мерами реагирования мы вот приводим эти документы в соответствующий, как бы, вид, в соответствии с требованиями. Вот, но бывают и такие нарушения, которые связаны, ну, уже которые для гражданина являются существенными. Это истребование излишних документов, это нарушение сроков рассмотрения заявлений и предоставления государственной муниципальной услуги. Ну, вот, наверное, вам, может быть, известно, обращались к вам или нет. В этом году были такие проблемы с учреждением «Центр выплат Тверская семья», где значительное число граждан не могли своевременно получить выплаты, причитающиеся на детей, в связи как раз с нарушением сроков предоставления услуги. Но это связано, так сказать, с организационными вопросами деятельности этого учреждения. В настоящее время более-менее этот вопрос все-таки урегулирован, в том числе и принятием мер прокурорского реагирования. Ну, в начале года это носило массовый характер. А причина, опять-таки, какая? Ну, причина, опять же, это организационный характер носило, но население не должно было страдать. То есть, раньше все эти услуги предоставлялись Центрами соцподдержки населения, или, как их еще до сих пор граждане называют, Центры соцзащиты населения. Просто они реорганизовались, стали называться Центры соц... Да, или Собезы, да. Есть, как бы, такие граждане, которые еще их так называют. И вот эти вот функции с 1 января 2021 года, они были все абсолютно по всей области. То есть, мы понимаем, что в каждом районе был свой Центр соцподдержки населения, который предоставлял услуги гражданам. А теперь весь этот объем, то есть, вся область перешла в одно учреждение государственное. Ну, объемы, понятно. Плюс там были, так сказать, несостыковки программного обеспечения, нехватка кадров, что и вот повлекло за собой вот такую вот проблему. Ну, говорю, сейчас она более-менее урегулирована. О чем вот свидетельствует... А за счет чего урегулирована? Во-первых, внесены были все данные в отношении всех граждан в базу. То есть, там была на начальной этапе ситуация, когда программное обеспечение соцподдержки населения немножко не соответствовало той программе, которая стоит. И невозможно было перенести все в электронном виде. Пришлось, грубо говоря, вручную забивать вот всех у нас граждан, жителей, да, которым полагаются эти выплаты в ручном порядке. Соответственно, это отодвинуло сроки предоставления этой услуги. Сейчас уже, когда все граждане, в принципе, вбиты, это идет в таком нормальном текущем режиме. Скажите, а как-то предотвращать? Можно идти нарушение? Ну, вот я не помню, программное обеспечение вы говорите. Ну, я не знаю, что нельзя рассылать ЦУ, что закупать только такие-то программы, такое-то программа обеспечения. Если вы говорите, что вот на селе там у них там нет образования, то все, ну, соответственно, что все свои нормативные акты вы должны отправить там, ну, грубо говоря, в прокуратуру на сверху, ну, куда угодно, чтобы юристы посмотрели и сказали, ребят, нет, вот это так нельзя, вот это тоже. Чтобы не дожидаться, когда пойдут жалобы уже на них. И потом выясняется в ходе вашей проверки, что нормативный акт составлен с нарушением так-то и не так-то. Как-то на опережение можно действовать? Ну, вообще, именно на это нас акцентирует приказ генерального прокурора, который с 2020 года внесены изменения в части того, что любые изменения в законодательстве должны мониториться, в том числе и в первую очередь, наверное, прокурорскими работниками. И мы, зная, ведя реестр нормативных актов по каждому району, должны уведомлять органы местного управления о том, что, вот, имейте в виду, такие-то изменения вам нужно посмотреть и внести в них, участие их в своих административных регламентах. Но, опять же, ввиду, видимо, загруженности органов местного управления, где-то еще пропускают они такие моменты, приходится уже реагировать не письмами, а принесением протестов. Вот, но, опять же, повторюсь, вот, именно обращение на несоответствие административного регламента требованием закона, они минимальны. Ну, просто по пальцам можно посчитать. Поэтому здесь, как бы, ведется такая, она постоянная работа, с учетом того, что законодательство постоянно меняется, и здесь работа проводится постоянно. Ну, вы правильно заметили, на этом мы и акцентируем внимание и подназорных прокуроров. То есть, смотрите до того, как... Службу, да, я не знаю, ведь они же публикуют эти акты, правильно? Не то, что написали в кабинете представителей колхоза и висит. Соответственно, я говорю, пусть отправляют вам по-любому, и вы сразу будете пресекать это еще до того, как состоится какое-то право, ну, то или иное правонарушение административное и так далее. Да, здесь надо еще заметить, что сам 210-й федеральный закон, о котором я вначале сказал, прежде чем административный регламент как бы увидит свет уже с подписью, грубо говоря, с печатью, он должен пройти некую экспертизу, в том числе и от населения. То есть, проект административного регламента должен размещаться на сайте органов местного управления, и население уже может как бы так предложить свои коррективы, где-то указать, что здесь вот, наверное, будет не точно, а здесь вот неправильно. Это, так сказать, независимая общественная экспертиза, ну, и по нашим нормативным организационным распределительным документам мы обязаны смотреть каждый проект нормативно-правового акта. Вот так вот. Да. Поэтому и есть проблема, конечно, в том, что не всегда органы местного управления направляют нам эти проекты. А как? Почему? Ну, смотрите, по идее давно, ну, все должны они знать, что бывают нарушения, в том числе, потому что сами не очень компетентны. Вот, и, соответственно, а за нарушение, вот, если составили некомпетентный право, ну, акт, верно я понимаю, что это может быть и наказание? Нет. Ну, не уголовное, конечно, там, а, допустим, административное, или как? Нет, за несоответствие нормативного акта требованием закона у нас не предусмотрено какое-либо наказание, ну, максимум, если дисциплинарное, когда сам глава, допустим, накажет кого-то из своих сотрудников. Но, в соответствии с Трудовым кодексом, это право работодателя применить дисциплинарное взыскание и обязанность. Поэтому здесь говорить об существующей ответственности, наверное, нельзя. Да, у нас действительно есть административная ответственность, предусмотренная статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и связана она с непосредственным предоставлением государственной услуги. А что имеется под непосредственным предоставлением? То есть это истребование каких-то излишних документов, которые не предусмотрены законом, нарушения сроков и так далее. И федеральный закон, то есть КОАПРФ, он говорит об ответственности только за нарушение порядка предоставления государственных услуг, только государственных. За нарушение муниципальных и региональных услуг у нас установлена ответственность законом Тверской области об административных правонарушениях. И она как раз говорит только об этих видах услуг. Также за нарушение сроков и за нарушение порядка. Такие у нас прецеденты есть. Вот последний у нас в Бежицке в отношении как раз отдела социальной поддержки населения за нарушение сроков предоставления услуги начальник был привлечен к данной виду ответственности. А по факту что ему было? Был административный штраф, сейчас я не помню в каком размере, но там от 3000 до 5000. Поэтому внушительный, неприятный штраф. Это не то, что на 20 км в час скорость превысит на автомобиле. Причем в отличие от 12 главы, которая как раз регулирует возможность оплаты штрафа по льготной системе, то есть в два раза дешевле, иные нормы у нас такого не предусматривают. То есть штраф придется платить в том размере, который примет суд. Интересно, конечно, скажите, а почему по какой логике государственная более серьезная ответственность? Потому что больше масштаб может быть, скажем так, ущерба и так далее. Нет, тут дело в том, в порядке, так сказать, применения норм КОАП. КОАП РФ устанавливает ответственность за нарушение только федерального законодательства. Поэтому у нас в норме КОАПа предусмотрена возможность реализации права ответственности за неисполнение местных и региональных актов на органы государственной власти. Поэтому у нас в каждом субъекте принят свой закон. Свой закон у кого-то там, как это по-другому называется, у нас это закон Тверской области об административных правонарушениях, и он определяет меры ответственности именно за неисполнение наших, так сказать, внутренних областных нормативных актов. А вот Вы сказали, что опять-таки в том самом колхозе, может быть, директор издать там не тот сельское поселение нормативный акт, потому что в силу недостаточной квалификации или вообще просто не знаю, юриспруденция. А вот Вы говорите, такие нарушения, как истребования излишнего количества документов, это вот из чего происходит? Потому что люди, конечно, когда такая ситуация в массе своей начинают думать, а, измывается зараза надо мной, я там 5 бумажек, а он сказал 15 у нас. То есть, или там действительно по ту сторону этого чиновничего стола человек искренне считает, нужно 15 бумажек, а не 5. Или что? Он не знает, сколько надо на самом деле. Или действительно какой-то умысел? Ну, здесь умысел, конечно, исключать никогда нельзя, да, особенно, ну, небольшой район, может быть, кто-то кому-то где-то дорогу и перешел. Это такое не исключено, хотя мы такие факты не устанавливали. Здесь, скорее всего, связано с тем, что органу местного управления, ну, будем говорить про него, хотя это может быть и органу власти, то есть, грубо говоря, неохота делать лишнюю работу и запрашивать вот эти документы где-то в других госорганах. То есть, гораздо проще прийти, вот человек скажет, вы принесите вот эти документы, да, сами. Причем закон у нас не исключает возможности по желанию заявителя самому принести. Ну, на самом деле, это будет гораздо быстрее. То есть, если человек хочет, чтобы ему услуга была оказана быстрее, он принесет все документы. Вот, потому что все равно время уходит на запросы, особенно это связано с запросами на наличие в собственности недвижимого имущества, допустим, для решения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. Одним из требований является либо отсутствие вообще жилого помещения, либо его наличие, но норма обеспеченности жилым помещением гораздо меньше, чем положено по закону. Поэтому, чтобы вот эти вот запросы не делать, конечно, проще возложить это на заявителя и сказать, ну, принесите. Вот, а это уже, как бы, если заявитель говорит, я не хочу. А как доказать-то? Да, вот здесь определенные сложности есть, и, ну, как бы, есть уже такие, как сказать, матерые заявители, которые, ну, осуществляют запись на телефон, разговоры, потому что действительно доказать, наверное, вот это достаточно. Ну, в том, он сказал, что он сам хотел 15 бумажек принести, я уговорил, что это. Абсолютно верно, да. Мы ему предлагали, мы ему говорили, что, в принципе, можем сделать это сами, но он сказал, я принесу, я хочу быстрее. Да. Вот в таких случаях как раз и выручает записи. Ну, и то, что если человек приходит и говорит, мне не предоставляют услугу, хотя я документы сдал, и в ходе проверки выясняется, что действительно документы зарегистрированы, но услуга не предоставлена, вот здесь уже ответственность возлагается на орган, предоставляющий услугу, потому что все, вы приняли документы. То, что он их не принес, все, значит, вы их запрашиваете сами. И если человек приходит и меня заставляет, а орган местного управления при этом не сделал никаких запросов, то как бы вывод напрашивается, что действительно его заставляют принести эти документы. А иногда орган местного управления, ну, видимо, не не зная, может быть, о том, что законодательство изменилось, просто вывешивает список документов в открытом доступе, что вам нужно предоставить вот это, вот это, вот это. Скажите, а вот действительно, Владимир, МФЦ, ведь по идее, это такой универсальный центр, где все это можно получить теперь. Или не все? Да, еще пока не все, потому что перечень услуг, оказываемых через эти многофункциональные центры, он определяется у нас в том числе нормативным правовым актом правительства Тверской области. Туда действительно еще не включены многие услуги, которые оказывают органы местного управления. Я полагаю, что это, наверное, все-таки больше сейчас вопрос технический, и постепенно услуги, все больше и больше объем услуг, он добавляется в одно окно, по принципу одного окна, оно действительно дополняется, и я думаю, что, и очень надеюсь, конечно, что в ближайшем будущем мы все-таки перейдем целиком и полностью, чтобы исключить вот это вот как раз общение с должностным лицом, которым, может быть, на что-то обижено, да, потому что работники МФЦ, они специалисты, они не знают, кто вы, где вы и что. То есть они взяли перечень документов, отдали в тот орган, который должен этим заниматься, и потом вернули, опять же, через это окошко вам через какое-то время результат. Поэтому это, да, это вот наиболее оптимальное вариант оказания услуги, в том числе и, наверное, оно исключающее в какой-то степень коррупционную составляющую, да, потому что гораздо проще в кабинете сказать, вот вы хотите земельный участок, а не только вы его хотите, но вы мне нравитесь, поэтому за определенную сумму он достанется именно вам. Вот, а все-таки в МФЦ такое, наверное, провернуть достаточно сложно. Ну, можно, теоретически. Ну, теоретически, да, у нас люди очень в этом смысле подкованные, как ни странно, грамотные, да, лучше бы свои вот эти вот, конечно, так сказать, образования в этой части, они пускали на что-то другое. Но что есть, то есть. Вот, и вот, Роман, вы заметили, что делать, да, если ваши права как бы нарушаются. Ну, да, вот тоже. Во-первых, кстати, вот мы говорили о сроках. А где человек может узнать сроки, что вот это должны в течение пяти дней, это в течение недели и так далее? Интернет? Это административный регламент как раз. Административный регламент, ведь он должен лежать не только где-то там под стеклом на столе должностного лица. Он, во-первых, размещается в сети интернет на официальном сайте, и самое главное, на портале государственных муниципальных услуг. То есть, если зайти в ту услугу, которая вам нужна, по вкладкам вы заходите, и там есть раздел административные регламенты. Прямо целый раздел этому посвящен. Вы заходите и читаете, там все сроки как раз и указаны. В какой срок у вас должны посмотреть документы, в какую ведомить и так далее, и тому подобное. Учитывая, да, что на каждый вопрос у нас свои сроки, то вот необходимо посмотреть тот административный регламент, которым вы планируете воспользоваться. Ну, интернет, да, у нас сейчас, наверное, информация в интернете распространяется быстрее, чем принимаются административные регламенты. Поэтому люди, пользуясь интернетом, они выкладывают какие-то свои мнения, какие-то профессиональные юристы, правоприменители, они тоже выкладывают эту информацию. Ну, и надо сказать, я вот тоже готовясь к передаче, посмотрел по субъектам, органы прокуратуры очень часто разъясняют законодательство именно в порядке применения государственных муниципальных услуг и размещают информацию в такой-то срок, тогда-то в срок. То есть в интернете, да, можно легко, чтобы не заморачиваться, не искать в этом... И легко понять, что написано, потому что, ведь, как сами знаете, юридический документ, ну, простому гражданину это очень тяжело воспринять. На самом деле, да, вы абсолютно правы, потому что он доступным языком излагает. Ну, всегда лучше перепровериться, особенно если вы собрались, допустим, с чем-то не согласны, хотите обжаловать, вот тут лучше, наверное, на какое-то мнение или на какую-то информацию не обращать внимания, а подковаться именно административным регламентом, потому что, да, при рассмотрении обращений именно ссылка будет на него. Вот. И вот что делать гражданам, если они считают, что их права нарушены? Да. Сроки, к примеру, те же самые классики жанра. Да. Или, я не знаю, там, может, документы вообще пропали, или, как мы говорили, уже излишнее количество документов требуют. Да, вот здесь нужно отметить, что в отличие от других сфер, да, вот там, ну, допустим, здравоохранение, есть Росздравнадзор, пожарная безопасность, есть органы Госпошнадзора, там, ГИБДД следит за тем, а вот за предоставлением госмуниципальных услуг не следит никто. Отсутствует такой орган, как таковой. А все дело, наверное, в сфере права, как бы, вот этого правоприменения, потому что здесь идет вопрос не о нарушении, как вот земельного, допустим, в законодательстве, когда вы, о нарушении ваших прав на удовлетворение ваших потребностей. Вот. И здесь, по этому федеральным законам, вот 210-м, предусмотрен досудебный или внесудебный порядок урегулирования спора, то есть порядок обжалования. То есть жалоба на неправильное оказание, нарушение сроков и так далее, вот этой услуги, рассматривается вышестоящим должностным лицом, причем не в 30-дневный срок, как у нас предусмотрено. Вышестоящим надо тем, кто должен оказывать услуги, на кого удовольствуются. Да, кто оказывает услугу. А не может ли он быть, ну, все-таки тоже заинтересован, ну, с его сотрудником покрыть? Ну, рука рукой умоет. Да, абсолютно верно. Поэтому, да, такое возможно. И в последующем, но это не препятствует гражданину в последующем обжаловать его действия, допустим, в суд или, опять же, он называется внесудебный или досудебный порядок. То есть, чтобы сразу не обижать суд и не тратить там два месяца на рассмотрение дела, можно пойти к должностному лицу, написать ему жалобу, и он в течение 15 рабочих дней должен ее рассмотреть. А если не рассмотрит, опять-таки. Если не рассмотрит, за это уже предусмотрена административная ответственность, в штраф 5000 рублей его немножко приведет в чувство. А дела административных правонарушений, вот по статье 563, они возбуждаются исключительно органами прокуратуры, потому что законодатель не смог найти среди контролирующих органов, кому же вот отдать эту сферу, да, поэтому отдали ее как раз в прокуратуру. Поэтому, вы правильно заметили, что мало кто, как бы, надеется на объективное разрешение обращения руководством того лица, на которое он жалуется, поэтому вот очень минимален, я скажу честно, я в своей практике вообще ни разу не видел, чтобы кто-то жаловался в порядке вот этого досудебного регулирования спора. Да ладно. Я не исключаю, что они есть, но я просто говорю, что в моей практике я такого не видел. Поэтому люди сразу идут напрямую в органы прокуратуры. Ну, наверное, так быстрее. Ну, это да, у нас сейчас есть время, я буду жаловаться в прокуратуру и так далее. Скажите, а мне вот интересно, государственные муниципальные услуги все бесплатные оказываются? Вообще, по закону у нас предусмотрено бесплатное оказание государственных муниципальных услуг, за исключением случаев, когда необходимо заплатить государственную пошлину. А, например, каких? Регистрация недвижимости, получение, опять же, переходим к регистрации транспорта, получение водительского удостоверения, ну, вот такие, да. Муниципальные услуги, они практически все у нас, ну, вот я сейчас даже не смогу вспомнить, хоть какое-то, чтобы предоставлялся за плату. То есть органы местного управления у нас, как говорится, работают бесплатно. А государственные, нет, опять же, что значит бесплатно? В том числе и штука, вот вы говорите, ну, вот пошлин, да, допустим, там. Но ведь по логике все уже оплачено. Налогоплательщики уже оплатили работу этих чиновников, они оплатили их офис, их, если у них есть форма и так далее, они им платят зарплату за то, чтобы они работали. И в том числе выдавали те или иные там свидетельства, бумаги и так далее. То есть их работа уже оплачена налогоплательщикам. Почему он должен еще дополнительно, в том числе и бумага, на которой, все это гербовое, даже если некое, допустим, и так далее, все это оплачено из казны, то есть за счет налогоплательщиков. А почему тогда человек должен еще что-то платить? Он же ему и так заплатил зарплату, этому гражданину-чиновнику. Ну, здесь, наверное, так, это более глобальный вопрос. Более глобальный, самый простой вопрос. То есть это, я понимаю, частная юридическая контора, конечно, и она должна взять деньги с человека, потому что, опять-таки, бумага потрачена, ручку купили, печать нужно тоже купить в магазине, точнее, в фирме констовары и так далее. Это подобное. Тут ты государев человек, тебе уже за все заплачено, работай. Нет, я в том смысле, что у нас ведь, как многие граждане, понимают напрямую, что вот я заплатил налог, и за счет налога вы вот сидите, там получаете зарплату. За счет чего еще? Ну, госслужащие тоже, кстати, платят налог со своей зарплаты. Но смысл в том, что у нас ведь строятся там и дороги, и какие-то социальные обслуживания. Ну, я имею в виду в глобальном. Это же все в том числе идет за счет налогов. И государство, определяя экономическую политику в целом России, они, вот, законодатель наш определил так, что налоги налогами, а здесь еще он специально предусмотрел в Налоговом кодексе и государственную пошлину. Значит, это, видимо, необходимо для развития экономики страны. Может быть, какие-то преследовались иные цели, ну, они, естественно, только исключительно положительные, да? Потому что мы тоже задаемся вопросом, да, почему с иском, когда вы обращаетесь в суд, вы платите госпошлину, а когда с жалобой обращаетесь в прокуратуру, вы госпошлину не платите. Да, значит, такая вот была, ну, это придумано, как бы, наверное, все-таки людьми, имеющими большой опыт работы и какие-то вот навыки в сфере экономики. Поэтому мы, как правоприменители, прокуроры, говорим о том, что госпошлина предусмотрена Налоговым кодексом, от закона мы не отступаем. Значит, так надо. Ну, понятно, да, но все равно, не знаю, не соглашусь. И получается, по сути, просто государство ввело еще один налог. Налог на обращение государству с тем или иным заявлением. Хочешь обратиться, плати. Я все-таки позволю себе с вами не согласиться, потому что я считаю, еще раз государству, это мы уже все ему оплатили в виде налогов. А что там куда-то денег не хватает, это, наверное, проблема уже не налогоплательщика, это проблема того государства, который не может так наладить экономику, чтобы хватало денег. Ну, у нас есть открытая возможность сообщить об этом в Госдуму, да, и предложить, наверное, о том, что Налоговый кодекс несовершенен и необходимо его изменить. Я говорю, опять же, вы говорите, со мной не согласитесь, я не говорю, плохо это или хорошо, я как правоприменитель говорю о том, что это есть. Я понимаю, конечно. Да, Юра, это есть, поэтому мы обязаны следить за тем, чтобы это исполнялось. Плохо это или хорошо, наверное, это вопрос уже тех лиц, из которых мы недавно избирали в Государственную Думу. А скажите, а прокуратура вообще имеет-то с своей стороны право на некую инициативу, там, а мы считаем это незаконно, вот пошлинь за вот этот документ, а вот мы считаем бесплатно, предлагаем, соответственно, там, не знаю, там, справку о разводе, чтобы бесплатно услугу выдавали? Вообще у нас, конечно, за капрельного законного прокуратуры право некой инициативы, да, мы в том числе реализуем его, направляя проекты в законодательное собрание, но наши проекты, они в первую очередь касаются заполнения правовых пробелов, то есть то, что где-то не урегулировано законом. Вот, опять же, если возвращается о том, чтобы, ну, сделать жизнь лучше, наверное, да, если, так сказать, гражданина в части того, что освободите вот какой-то уплаты, которая предусмотрена законом, то здесь нет, мы такие, это уже, наверное, больше инициатива должна вот исходить из, от, вернее, депутатов, то есть здесь вопрос уже законом, он определен, вот, поэтому нам здесь нет как такового пробела, то есть законодатель сказал, вы должны платить, поэтому здесь пробела нет, а вот если, допустим, появляется, как у нас было по курительным смесям, да, то есть закона еще не было, которого запрещало бы вот эти вот, так сказать, электронные сигареты, да, здесь мы направили законопроект в ЗАГС собрание, и, спасибо депутатам, рассмотрение приняли о запрете продажи несовершеннолетним вот этих вот как раз устройств и всего остального. Все прочие веки. Да, поэтому с этой точки зрения, наверное, больше работа депутатского аппарата должна. Скажите, а вообще в целом, вот, как выглядит Тверская область по сравнению с другими регионами, по части вот, вот, то, о чем вы говорили, нарушений, по части того, насколько вообще наши граждане активно обращаются за государственными и муниципальными услугами, вот, как мы вообще, как это у вас тоже какая-то работа, такая ведется про граждан? Ну, учитывая, у нас нет такой, как бы, отдельной статистической отчетности, именно вот поэтому, это достаточно такой узкий вопрос, вот, но, как бы, обращаясь, да, к коллегам, мы видим о том, что, в принципе, везде ситуация одна и та же. Единственное, наверное, если мы не берем Москву и Санкт-Петербург, просто там другие немножко технические возможности, все остальное. Если брать регионы, так сказать, замкадные, вот, то у нас ситуация... У нас все регионы замкадные, если страна у нас замкадная, вообще-то. Да. То у нас, в принципе, по всем регионам ситуация абсолютно вот одинаковая, идентичная, учитывая... То есть, и вам там Северный Кавказ, Чукотка, Калининград... Ну, мы анализировали только по центральному федеральному округу. Да, ЦФО. Поэтому здесь мы можем сказать, что примерно все одно и то же. Ну, есть такие вот точечные болевые, как бы, моменты, связанные с реорганизацией Центра соцподдержки. Сейчас вот тоже есть проблемы с... Когда полномочия органов Минсоуправления забрали в сфере городостроительной деятельности и передали все в Главное управление по архитектуре Тверской области. То есть, опять же... А так, везде все, в принципе, одинаково. Везде граждане и должностные лица, как оказалось, одни и те же. Хотят как с одной стороны, одни одного, а другие другого. Одни получили бы скорее, другие не работали, да? Да. Ну, здесь можно сказать, опять же, вот я вначале говорил про Росреестр. То есть, те услуги, которые предоставляются на федеральном уровне, они уже отлажены длительный период. И поэтому здесь, как по практике, наименьшее число выявленных нарушений. Росреестр, да? Росреестр, да. Что у нас там? ГИБДД. Да? Да. ГАИ? Ну, единственное, да, вы правильно так сейчас акцентировали то, что у нас была проблема, когда по какой-то причине технической, видимо, люди записывались на госуслугах, приходили в ГАИ, и им говорили, здравствуйте, вставайте в живую очередь, потому что госуслуги у нас не работают. Сейчас эта проблема решена, но такое... А вы, то есть, провели проверку, да, что действительно это их как-то так, косячок был, или чей? Ну, скажем так, это не проблема нашего, как бы, управления ГИБДД, это техническая проблема, которую они вот в спешке пытались решить. Которая из Москвы? Да, но это уже на более высоком уровне, да, потому что, как бы, системой вот этих госуслуг заведует не каждая область в отдельности, а это все-таки делается на более высоком федеральном уровне. Владимир Борисович, наш эфир подходит к концу. И, конечно же, я думаю, многим гражданам интересно, вот если все-таки нарушаются права, куда обращаться? Писать сразу прокурор Лежникова или идти в свой район и прокуратуру? Опять-таки, может, к вам 21 век на дворе можно какое-то электронное письмо написать, по электрону, как угодно, может, у вас в соцсетях есть. То есть, как и куда обращаться, если человек видит, вот он не везут ему документы? Ну, моя, конечно, рекомендация обращаться все-таки в органы прокуратуры, а не к тем должностным лицам, которые стоят выше того лица. И в ту прокуратуру, на территорию которой, ваши права как бы нарушены. То есть, из Кимора не нужно, я к Лежникову, я вам больше верю. Дело в том, что по нашим документам, организационно-правовым приказу генерального прокурора, у нас в любом случае жалобу будет рассматривать, ну, тот же Киморская прокуратура. Если к вам поступит, вы спустите из Кимора. Да, конечно, затрачивается гораздо больше времени. То есть, там срок на перенаправку и так далее. Поэтому обращайтесь в органы прокуратуры. Тем более, как бы здесь практика уже наработана. И чаще всего, конечно, люди видят реальную помощь и, как бы, жалобы их удовлетворяются. То есть, ну, действительно, скажем так, вы на все жалобства реагируете непременно? Нет такого, что завалилось там? Нет, нет. Здесь еще нужно, опять же, отметить, да, у нас в федеральном законе о прокуратуре прописано, что мы не подменяем иные органы. Но учитывая, что здесь нет конкретного, как я говорил, контролирующего органа, то мы эти жалобы рассматриваем сами и сами принимаем соответствующее решение. А обратиться к нам действительно можно, как сейчас, наверное, процентов 80 заявителей делают, не выходя из дома. Сел за компьютер, открыл портал прокуратуры, и там есть раздел, где можно оставить обращение. А, то есть, именно в разделе? Именно в разделе. И именно туда же приходит и ответ. То есть, как человек обратился, именно так он и получает ответ. Обратился по почте, он получает письменный ответ. Обратился электронно, он получает электронный. То есть, это быстро и, как бы сказать, не финансово затратно. Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях был Владимир Горячев, заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства нашей прокуратуры Тверской области. Владимир, ну я желаю вам дальнейших успехов, но все-таки в деле, чтобы жалоб было поменьше, это означает, что наши органы госвластия все-таки будут лучше работать. А если будет плохо работать, то прокуратура за вами, уважаемые чиновники, придет. Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие телезрители, хорошего получения государственных и муниципальных услуг.